Претензии на невыполнение условий договора Претензии на невыполнение условий договора Любой договор включает наличие определенных обязательств с обеих сторон. Любой договор включает наличие определенных обязательств с обеих сторон. Основное, на чем он базируется, это взаимное соблюдение своих обязанностей. В сделке прописываются и санкции за ненадлежащее исполнение условий одной из сторон, а также и все остальные условия. В случае несоблюдения правил каждая сторона может подать жалобу, которая называется претензия за невыполнение условий договора, что является неисполнением договора. Каждый договор имеет свою собственную основу, в нее входят такие данные, как срок действия, личные данные сторон, паспортная информация, уровень дохода и т.д. Дата и место заключения контракта. Обстоятельства прекращающие действия. Основные требования и пожелания стороны потребителя. Оформление предполагает и выяснение обстоятельств, которые делают договор невыполненным. Такие обстоятельства разделяются по следующему принципу противоправность. Нарушение прав второй стороны автоматически означает завершение действия документа с применением санкций к стороне нарушителю. Виновное деяние нарушителя. По сути, вина представляет собой признание совершения факта нарушения обвиняемой стороной. Умысел. Если нарушитель умышленно совершает какое-либо деяние, препятствующее дальнейшему осуществлению договорных обязательств, убытки, причинение материального или любого другого ущерба провоцирует разрыв контракта и оплату нанесенного ущерба. Претензии. Все эти признаки указывают на неисполнение обязательств. В результате любой стороной может быть составлена претензия о неисполнении обязательств, призванное защитить пострадавшего участника. А также привлечь второе лицо к ответственности, материальной или моральной, на усмотрение уполномоченного органа. Составление жалобы – это правовой способ защиты интересов. Сроки предъявления претензии. Определившись с тем, что его права по конкретному договору были нарушены, потерпевший должен составить ииск претензию. Заявление можно составить за несоблюдение рамок любых типов соглашений купли-продажи квартиры, услуги по ремонту или строительству дома, осуществление потребительских прав человека, то есть покупка чего-либо, оказание любых других видов услуг по соглашению имеющему определенную денежную базу. Основной правовой документ, регулирующий почти все существующие виды договора – это закон о защите прав потребителей. В нем прописаны сроки, в которые пострадавший лицо может написать и подать свой претензионный запрос. В основном ограничения зависят от степени тяжести нарушения договора. Максимальный срок, в течение которого может быть подана претензия на неисполнение обязательств по договору, составляет 10 лет. Важно! Срок исковой давности при этом всегда одинаковый и составляет всего один год. Сроки некоторые конкретные случаи сроков предъявления претензии по договору оказания услуг в течение двух лет с даты заключения. По соглашению аренды, в течение одного года с даты подписания. По договору поставки – один год. По подряду – один год. В целом, сроки, в которые можно составлять требования о взыскании и возмещении возможного ущерба, устанавливаются индивидуально, в соответствии с нормами, прописанными в том или ином соглашении. В этом смысле единого шаблона по срокам не существует. В случае, когда претензия на невыполнение условий договора обязательно. Претензия – это одно из главных средств разрешения спора между юридическими и гражданскими лицами. Обычно без претензий дело просто не может быть завидяно, поэтому ее оформление является не прихотью, а настоящей необходимостью. Одно из наиболее важных направлений обязательной организации претензии – досудебное обращение от потерпевшей стороны к должнику. Претензия по договору в этом случае является стимулом к началу процесса разбирательств. Иной вариант, когда пример подачи такого заявления является обязательным – это нарушение условий, которое влечет за собой еще и нарушение законы или затрагивает интересы третьих лиц. В такой ситуации обращение с заявлением – это оказание услуги закону и нормам правового общества. Примеры иных ситуаций, в которых составление претензий носит принудительный характер, ситуации, в которых необходимо оформить присвоение личной собственности. При снятии ареста с личного имущества, во время признания и отмены права владения и распоряжения, признании о недействительном договоре об организации управления многоквартирным домом, при выполнении указа о сносе чего-либо, при признании торгов недействительными, при отмене договора любого типа, важно, юридическое или физическое лицо в вышеписанных ситуациях обязано составлять ретензию, иначе ему может грозить ответственность. Как составить претензию о ненадлежащем исполнении обязательств? Письмо претензии о ненадлежащем исполнении договора по плате образец имеет довольно стандартный в юридической практике. Его правильное составление может ускорить разбирательство по делу, следовательно, и осуществление возможных выплат или возврата денежных средств. Как составить этот документ? Важно четко изложить все требования по поводу той компенсации, на которую рассчитывает заявитель. Скромничать в данной ситуации не нужно, а следует лишь просить платеж, который соответствует нанесенному ущербу. Важно прописать все свои обязательства. Стоит обратить внимание и на то, что нужно еще и подтвердить их добросовестнее выполнение стороной заявителем. В заявлении важно использовать юридический язык, при этом не имеет значения, заполняет его юрлицо или физлицо. Чтобы грамотно составить письмо, вовсе не обязательно обладать какими-то глубокими знаниями в области юридических наук. Достаточно лишь опираться на образец. Претензия по договору Образец письма Претензия о невыполнении условий Основной базой при составлении любого претензионного письма является претензия о нарушении договорных обязательств. Образец планк Который можно получить в организации рассмотрения данного дела. Основные данные, которые должно содержать письмо, личные данные заявителя и ответчика, в том числе адресы и электронные почты. Четко прописанное название заголовок, чтобы сразу выделить, чем является документ. Подробное описание нарушений Ссылка на официальные документы Нормативно-правовые акты, которые, по мнению заявителя, были нарушены. Описание желаемого для заявителя итога разбирательств по проблеме. Сроки В данный период дела должно быть разрешено с опорой на закон. Приложенные бумаги На них заявитель опирался в ходе составления претензий. Личная подпись и дата подачи претензий Расторжение договора После написания претензия доводится до сведения ответчика любым возможным способом. Он обязан заверить получение и ознакомление личной подписью и датой. Иногда получение может быть подтверждено свидетелями. Направить претензию можно, например, по почте. Можно уведомить по почте после информирования сторон о начале процесса начинается рассмотрение дела. Уполномоченный орган рассматривает все обстоятельства дела и выносить вердикт в пользу одной из сторон. При этом истец и ответчик так или иначе несут какие-то издержки. Важно! Сроки рассмотрения всех дел разнятся в зависимости от тяжести, объема ущерба и представленных доказательств. Выполнение заключенных соглашений – обязательства каждого порядочного гражданина, имеющего множество подводных камней. Именно поэтому и жалобы в соответствующие органы являются правомерными. Важно разобрать все возможные варианты развития событий, которые могут произойти, так как это поможет максимально эффективному разрешению всех вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok